В загородных лесах все спокойно, возгораний пока не зафиксировано, но лесоводы не расслабляются и усиленно тренируются, испытывают технику и отрабатывают все возможные сценарии, чтобы быть готовыми ко встрече со стихией. Крупные пожары сейчас бушуют в соседнем Красноярске, число жертв растет. Как бороться с огнем в теории и на практике, увидела Екатерина Макаркина. Лесоводы сами костер разводят, сами же и тушат с применением всей доступной техники. В ход идут специально оборудованные машины, помпы, шланги и ранцы с водой. Противопожарная пехота пройдет там, куда машине не проехать. В тушении лесных пожаров, как в спорте, главная сноровка. Оборудование новое, машина новая. За каждым закреплено определенное оборудование. Освоено. Так что, я думаю, что с лесом, если возникнет пожар, мы справимся. В такой профессии без образования никак. В основе тушения, пожара, физика. Лесоводы знают, бороться с огнем нужно против ветра, чтобы не дать пламени распространиться. Еще одна уловка – минерализованные полосы. Их делают с помощью трактора и плуга. Это похоже на обычное вспахивание земли. Но смысл в том, чтобы убрать горючий слой. Такие полутораметровые полосы делят лес на участки. И если пожар не завой, огонь пойти дальше полосы не сможет. Более 107 километров у нас минерализованных полос в лесах Новосибирска. И два раза в год весной и осенью мы проводим их обновления. И также делаем новые минерализованные полосы. Они делаются для остановки огня. То есть препятствия более-менее эффективны. В этом сезоне в городских лесохозяйствах еще не произошло ни одного крупного пожара. И дело даже не в удаче, а в ежедневной работе лесоводов. Их главная задача – пресекать любые возгорания на корню. Ведь причина пожара чаще – человеческий фактор. Каждый день у нас дежурство. Два-три человека, один сотрудник ИТР. Едем, ищем. Где дым увидели, где-то нам позвонили, что на видеокамеры увидели дым. Где-то люди жгут просто. Тоже проводим беседы. Сохранение лесов – результат работы профессионалов. Но ответственность за будущее деревьев лежит не только на них. Безопасность лесов зависит от всех. Достаточно соблюдать элементарные правила, не разводить костры и при первых тревожных сигналах звонить по экстренным телефонам. Екатерина Макаркина, Олег Кролевец. Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова